всем привет я сегодня на обед домашний влог вы любите влоги но мне многие пишут снимайте побольше влогов не знаю кому кому что нравится на обед у меня сегодня что овощи немножко обжарила лук морковка чесночок перчик хочу добавить острый перец и булгур у нас вот такой я покупаю булгур мне нравится это в магазине в ярче покупаю блин я забыла сколько цена то ли около 70 уже 450 граммов пальчика большая мне кто-то писал что булгур промывают я не промываю так засыпаю слегка обжариваю даже не обжариваю чуть-чуть чтобы с маслицем пропитался рецептик принцип приготовления булгура есть готовлю и с овощами и без овощей и бульончиком куриным заливаю я прям холодным заливаю солю и все готовлю до готовности улгур будет на гарнир а для людях как сказать местного в общем вот че делаем ваш сюда приправки специи какие надо зеленый укропчик и лук порубила ножом и подранников сделаем только внутри будет фарш тоже картошечку натерла сюда одно яйцо специи приправы перчик сейчас перемешаю потом буду формировать хотите вам покажу такую удобную приспособу может кто-то догадался не догадался может знаете драники когда вот делать много до картофеля натираете я в дуршлаг кладу картофель чтобы жидкости не было постоянно если вот в посудине закрытых салатники делать выливаешь отжимаешь а это вот так раз немножечко отжал и все в дырочке вытекает и картофель сухой очень удобненько в общем я вот такие формирую я всегда делаю так ну частенько не всегда конечно частенько мне нравится начинка начинку можно любую не мясную капусту тушеную пожалуйста грибу но у ю ну это вот как бы идейка да ну блюдо конечно не новое многие готовят мы просто фантазировать можно по-разному я вот в эту картошку не добавляю ни муки ничего просто как сказала приправки одно яйцо достаточно и вот сюда вот уже разогрела масле что обжариваю прямо на таком мере нам даже можно сказать слабеньком огне и все хорошо проготавливается внутри и мясо и картофель но я видите как не слишком толстый слой делаю и тут тоже так как бы приплюснутые такие котлетки не котлетки как но опять же не сильно приплюснутые они немножечко такие пышные крышкой не закрываю можно и крышкой закрыть чтобы все подготовить ну она лучше поджаривает в открытом виде сейчас посмотрим как поджарились с одной стороны хорошо переворачивая смотрите какие румяные так этот еще нет с краешку пусть еще жарится это тоже пусто жарится можно немножко развернуть какие красавчики получаются вкусно очень что происходит тоже уже видите как булгур впитывает увеличивается в размере на медленно-медленном огне не объед готов уже я положила себе булгурчик смотрите какой рассыпчатый туда же чесночок попадает так вот котлеты такие если так можно назвать ведь хочу поджаренную поджаренную разрежу внутри покажу очень вкусно люблю обожаю такие видите как все приготовлено чем они сочненькие получаются и кипяточек с лимоном буду есть всем приятного аппетита кто тоже натрескалась обычно на обед я съедаю одну котлету мне хватает 2 съела сегодня очень вкусная мою посуду мое любимое средство стало я много разных средств готовила для мытья посуды порошок горчичный смешиваю с пищевой содой я беру например пачку порошка горчичного 50 граммов одну или две столовые ложки добавляю пищевой соды перемешала иногда добавляю крошку мыла хозяйственного но когда моешь с крошкой вот если мыло добавить мыло не растворяется поэтому приспособилась вот так если жирные сковородки есть я добавляю вот это средство прям вот столичка немножко нужно губку увлажняю и просто хозяйственным мылом нам или вы она хорошо мыли целью а вот если просто тарелочки помыть достаточно либо одно хозяйственное мыло либо просто порошочек и не без всяких заморочек очень хорошо все обезжиривает очищает но я не только посуду мою и все поверхности стол плиту сковорода сковорода обезжирена обезжирена сюда вот так тоже эти уже видите как мыло хорошо пенится все таки я считаю что это более экологично чем покупные средства от подкупных кстати средств кожа больше сохнет здесь высыхает чем от горчицы от пищевой соды это уже мной проверено пришла с магазина тима сидит ждет еду сначала его накормила купила продуктов необходимых мясо моя любимая курица общем разные части взяла бедра голени чахахбели сейчас уже начала раскладывать за мясо около 600 рублей мясо в отдельном магазине покупаю и вот такие продукты сметаны две штучки конфеток пачку 164 рубля у нас конфеты 250 по моему грамма сметаны я не помню сколько перец красный купила пачечка 1 21 рубль взяла томатную пасту вот такой я вообще редко покупаю кетчуп и пасты томатные домашний кетчуп закончился у нас очень вкусный готовлю поэтому решила томатную пасту купить и сделать из него кетчуп из магазинной и причем вот эта томатная паста я посмотрела там другая есть персона она и по цене чуть дешевле вот эта баночка 500 граммов стоит 133 рубля и она очень густая вот так ее повернула она даже не вообще даже не расплывается ничего видите какая густота видно что качественные по цвету прям темная темная а другая паста посмотрела ее так переворачиваешь она прям ну булька и переливается вот такая не знаю на первый раз взяла посмотрим салат с капусты мне нравится с морской вкусный постоянно покупаю час на ужин буду есть кефирчик тоже я не знаю цену от молочка не запомнила цену хлеб тут такой всегда такой покупаю показывала 33 что ли рубля тоже яблоки golden называется вот такие желтенькие взяли килограмм яблок стоит 113 рублей но вот эти яблоки да вообще яблоки которые из магазина на еду как-то не очень они не нравятся я их беру на компоте просто сварить компот и пить а в еду они какие-то не сочные в них витамина в принципе то и нету как таковых так если поесть просто для вкуса чуть-чуть чтобы почувствовать вкус фруктов вот такие продукты сегодня мне понадобились а на ужин у меня сегодня будет не суп я уже говорила что на ужин всегда предпочитаем есть суп и лень было готовить закончился сварила рисовую кашу и вот яблочки начистила и компотик уже варится хочу показать морскую капусту смотрите какая она прям такая вся раздельная очень вкусная как-то давно брала капусту другого производителя и там ощущается узнаете песок прям скрипит а вот это мягкая очень вкусно не соленая примут в меру все-все-все в ней и такая чистенькая все каша съедена на столе беспорядок немножко салатик не доели места не хватило но он очень вкусно сейчас сижу яблочко одну себе оставила попробовала вкусная ничего есть можно вот именно вот эти яблочки gold желтенькие эти компотику так сварился уже закрывается он прям на два полотенца и оставляю на ночь утром открываю он настаивается напаривается и компот этот не кипятится долго только закипит минут пять наверное прокипит выключаешь и сразу вот под теплая под шубку утром переливаю холодильник вкуснота настаивается так с любых ягод яблок можно даже с каких-то замороженных фруктиков смотрите открыла томатную пасту какая она густющая яркий такой помидорный цвет и вкус очень насыщенный м как будто натуральный натуральный помидор возможно это посмотрите просто так какая ложки не падает нет так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...